В Москве начал работу масштабный форум волонтеров, на котором подводят итоги уходящего года, объявленного годом добровольцев. В слете принимают участие 15 тысяч человек, практически со всего мира, с теми, кто всегда готов прийти на помощь. Пообщалась наш корреспондент Наталья Люблинская. Первым делом зарядка для прилетевших на форум участников для многих путь был не близкий. Владивосток! Это сколько же часов? В 8-10, да, всего-то здесь, 5 фильмов и ты в Москве. Вот и гости из Чукотки разминаются после перелета. Плюс 9 часов. Все готовятся ко сну, а у нас зарядка. Почти 80 тысяч заявок. Одобрили лишь 15 тысяч конкурс серьезный, более 5 человек на место участника. Вот и якутский десант передает привет. Айхал! 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 Первый день. Параллельно работают 7 лектория. В сессии идут одна за другой. Так приветствуют посла года добровольца в России. Полина Гагарина стала лицом самых неравнодушных и отзывчивых. Весь 2018-е она регулярно встречалась и сейчас продолжает с добровольцами по всей стране. Общалась с ними на гастролях. Я чувствую гордость и немножко в эгоистических соображениях я кажу себе лучше, чем я есть. Это правда. Помогает другим. Мы становимся еще лучше. Мы становимся больше, сильнее, выше. Мы растем. И это международный тренд. На форум прилетели волонтеры из 120 стран. Перенимать наш опыт и делиться своим. Я многое узнала о русских людях. Научилась у них скромности, умению работать в команде. Этот форум дает нам возможность сотрудничать с другими волонтерскими организациями ради общей цели. Здесь не только говорят о помощи, но и реально ее оказывают. Вот расписывают новогодние открытки. Их отправят в дома престарелых с наилучшими пожеланиями. А здесь помогают братьям меньшим, оказавшимся на улице. Буквально дарят вторую жизнь. И таких проектов с каждым годом становится все больше. Онлайн-конкурс добровольческих инициатив бьет рекорды. В этом году на конкурс подано 16 тысяч проектов в 12 номинациях в трех возрастных категориях. Это в 10 раз больше, чем в предыдущие годы. Победители получат гранты в размере до миллиона рублей на реализацию своих уникальных проектов. Обсуждают сегодня презентацию фильма «Я волонтер». Она прошла накануне вечером, а в широкий прокат лента выйдет 5 декабря. Подлинные истории настоящих героев нашего времени. Мы увидели классных, потрясающих просто людей, совершенно разных. Тех, кто живет в деревне, например, Таня Черных, которая стала кинозвездой. А она из маленького села, где всего 180 человек, и она учит детей танцевать. И это не просто разовые добрые дела. Здесь это выбор каждого – постоянно помогать другим. Наталья Люблинская, Екатерина Казаченко, Павел Волконский, Алексей Бескурников. Первый канал.